После весенних каникул завтраки в школах города станут платными. Но многодетным семьям и малоимущим гражданам для компенсации этих затрат предусмотрены меры социальной помощи – 792 рубля в месяц на одного ребёнка. Как отметил директор управления соцзащиты, все многодетные семьи Сарова эту выплату получают. С 1 апреля, когда произойдут эти изменения, им к нам обращаться не нужно. Только если у них плановое продление, это по судьбе. Другая категория более подвержена изменениям. По разным причинам доход семьи может резко снизиться, и тогда нужно будет обратиться в соцзащиту. В этом случае семьи с доходом ниже прожиточного минимума должны представить документы, подтверждающие статус малоимущих граждан. За предыдущие три месяца, к моменту обращения, они должны посмотреть свои доходы и предварительно просчитать. Если у них доход семьи на одного члена семьи ниже 9222 рубля, то они могут обратиться к нам, и мы, ребенку, который в этой семье и является школьником, назначим меры социальной поддержки. Помимо зарплаты доходами считаются другие источники пополнения семейного бюджета – пенсии, алименты, жилищные субсидии, различные социальные пособия и вознаграждения, а также прибыль от банковских вкладов. Вот эти все деньги складывают, делят на три месяца и затем делят на количество членов семьи. И вот эта сумма не должна превышать 9222 рубля. Чтобы правильно и грамотно посчитать среднедушевой доход, можно обратиться за помощью к специалистам управления соцзащиты по адресу Проспект Мира, дом 15, кабинет номер 114. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей СОРОВ-24.